Ужасная погода, да? Капают капельки, дождик капает И у нас чуть-чуть протекает крыша Капает на машину Не зря была натянута пленка Я же говорил, нужна, понадобится Всем привет, друзья! Я вас приветствую на нашем канале Second Life Garage Прошу прощения за такие, наверное, скучные ролики Более технические, но они тоже всем нужны Я уверен, что много Из вас, кто смотрит техническую часть Кому нужно починить какие-то определенные Агрегаты на своем автомобиле Какие-то проблемы присутствуют в машине И я надеюсь, навожу вас на путь истинный Куда именно смотреть Некоторое время мы отсутствовали Ребят, растянул серию по топливному Баку на две части Потому что, во-первых, первую часть Мы смонтировали быстро А на вторую не хватило времени Чтобы выпустить одним большим роликом Ну и зачастую, в принципе Ролики не смотрят, когда они полторачасовые Потому что человек пытается выбрать Что ему посмотреть? Джеймса Бонда пятую часть Или Димона с Харькова по гаражу Который делает это восьмую У него тоже примерно фильм такой же Под полтора часа бывает Поэтому надо было разделить на две части Плюс у нас есть такая машина Как Audi Q7 Ни для кого не секрет, что нужно Нам кушать, питаться За что-то жить Поэтому приходится принимать еще машины Которые с какими-то капитальными ремонтами Такие глобальные Чтобы зарабатывать на жизнь Но на данный день у нас приехали все запчасти на этот двигатель И мы за пару дней уже все собрали Вот так вот у нас выглядит моторчик Здесь у нас была проблема по коленвалу У нас был мотор в клине А именно на шатунной шейке провернуло вкладыш Вкладыш у нас вот в таком состоянии Поэтому все прекрасно, предельно ясно Но проблема состояла в том Что мотор был в клине И для того, чтобы развести коробку С двигателем Приходилось крутить гидротрансформатор А гидротрансформатор в нашем случае не крутился Так как мотор, соответственно, тоже не проворачивался Пришлось все это делать На месте Вытягивать мотор Переворачивать С бубликом его вместе выдергивали Короче, гидротрансформатор остался на месте Сняли поддон Выкрутили постель Вытащили колено В общем, в итоге все перевернули Расслабили двигатель Провернули бублик И уже спокойно его выкрутили Двигатель у нас 3 литра TDI Audi Q7 2007 год Двигатель, маркировка Bug Такой же K, Sabun Короче, таких у нас много моторов Такой же точно стоит на Тауреге 3 литровом Первого поколения В принципе, информации по нему Море было в интернете Сделали его быстро Два дня Вот такой вот у нас результат Я вам сейчас покажу небольшое Красивое видео по сборочке Полюбуйтесь Ну что, смотрите Субтитры сделал DimaTorzok Итак, красота Марафет наведен В нашем случае Мотор у нас собран Завтра поженим двигатель С коробкой Уже на автомобиле Короче, установим мотор За пару дней, я думаю Закончим вообще полностью машину Заведем Надеюсь, что все хорошо И будем принимать в бой Нашу любимую А8 Хочу побыстрее на ней выехать Ну, уже просто нет терпения Просто всего выворачивает Как хочется на ней поехать Плюс зима Уже надоело ходить Слякать Грязь Чваки-маки эти Короче, надоело Очень хочу поехать на машине На сделанной машине Сейчас будем врываться По максималкам Серии, наверное, будем Переводить Больше с технических В шоу И будем, я думаю Топить на уровне Максимум именно Максимум Чтобы вам нравилось Чтобы вы кайфовали Технические будем, конечно же Вести Ну, возможно, кстати Сделаю другой канал Технические переведу туда Шоу оставлю на первом канале Поэтому Хочется максимально все Красиво, четко, ярко Чтобы каждому было удобно Смотреть то, что ему нужно У нас хорошая новость У нас есть подписчики Которые уже к нам обращаются Ребята приезжали ко мне С Харькова Несколько человек Никитос приезжал ко мне С Харькова Никита Трубецкой Уже есть где-то от него Комментарий Можете спросить у него Он у меня был И он там посоветовал Человек у меня Человек, как оказалось Тоже меня смотрит Обратился с таким Интересным моментом Хочет тоже сделать Проектную машину А точнее не хочет сделать А обратился к нам Чтобы сделали это все Мы И реализовали это все В жизни Машина там идентична нашей А8 1995 год 4.2 АБЗ Мотор Лег Будем полностью Менять конструктивно Сердце этого автомобиля А именно Будем менять двигатель С 4.2 На 2.5 Турбодизель С переднеприводной коробкой Ну если более точно разобраться У него есть донор Донор 2.5 Турбодизель Но передний привод Человек хочет полный привод А соответственно 5HP19 полный привод Это у нас ФЛА коробочка Мы такие коробки Тоже делали И Будем женить Коробку с двигателем Новую коробку С новым двигателем В совершенно Другой автомобиль Но Такой точно кузов Я думаю У нас очень будет Много трудностей Трудности будут С проводкой С подкапотной проводкой Тоже С блоком управления Коробки Будет Много я думаю Вопросов Куда устанавливается Все это Какие радиаторы Новые Старые Интеркулер Что заменить нужно Что не нужно менять Я думаю Будет очень интересно Ему мы вернемся Скорее уже К концу января А сейчас На максималках Начинаем врываться В нашу машину И еще есть у нас Один человек Который тоже хочет Обратиться к нам Тоже с подписчиков С коробочкой 5HP24 Мы их сделали Порядка На 20-25 штук Все С положительным Результатом Все довольны Уехали По пути еще Очень много проблем Исправляли Но Тоже хочу сделать Недалеко от Харькова Живет В районе 100 километров Тоже возьмемся За эту коробочку Покажем Скорее всего В техническом Формате Коробку 5HP24 С чем вы столкнетесь И какие проблемы У вас могут быть Ну а теперь Переходим К нашей машине Проведем Небольшие Технические Моменты По нему И будем делать Дроссель Камеру Изменения Геометрии Впускного Коллектора Ну и наверное Вытаскивать Проводку Шумовать Да Димон Что ждать Поехали Парни Один из Очень важных Моментов Это кстати Дроссельная Заслонка Люди думают Что ее Просто Надо помыть Отмыть От всякой Сажи Грязи Которая На нее Налипает Но по факту Не только Это важно Вот Да Мы действительно Отмыли Помыли Внутри У нас есть Демпфирующая Такая Подушечка Когда Дроссель На нее Нажимает Она Мягенько Его спускает И производит Щелчок Щелчок Происходит Уже В датчике Положения Дроссельной Заслонки Ведь Датчик Положения Дроссельной Заслонки Является Основой Настройки Автомобиля Кто не знал У него Есть смещенные Вот такие Вот отверстия Положение Потому что Номинальное Значение Датчика Положения Дроссельной Заслонки Проверяется Уже На включенном Зажигании На установленном Своем месте И этот Датчик Выставляется На 0,5 Вольтах Через прибор По другому Настройка Не производится И кстати У всех Машин Можно Произвести Настройку Ну и Либо проверить Определенные Датчики Рабочие Они еще В автомобиле Или нет Например Не буду Говорить Про этот Автомобиль Еще информацию Эту не находил Но К примеру Возьмем Автомобиль Как Ланос У него Есть датчик Положения Тоже Дроссельной Заслонки Есть Шагомер Он же Датчик Холостого Хода Есть Потенциометр Есть Датчик Атмосферного Давления Вот точно Так же Выставляется У Ланоса Датчик Положения Дроссельной Заслонки Этот момент Именно Открытие При открытии Дросселя Она должна Его видеть У Ланоса Кстати Расходу Всех В основном Всегда 12 литров На газу Я когда Делаю Настройку По бензину Потом Уже Понятное Дело Карту Делают Газовщики Карту Газа Берут То они Эту Карту С бензина И поэтому Важно Проверить Все моменты По автомобилю Например Датчик Холостого Хода В Ланосе Должен Показывать 20 шагов Плюс Минус 3 А датчик Атмосферного Давления В Ланосе Должен Показывать 40 килопаскаль Если Это значение Уменьшено Или увеличено То тогда Этот датчик Просто надо Заменить Люди Просто думают Что раз Нет ошибки То проблемы Нет Нет По факту Они присутствуют Надо только Знать Все параметры Которые Заданные Заводом И точно Так же Здесь Мы Все это Проверяем Сейчас Конкретно По дросселю Проверяем Но все Эти моменты Дальше Я уже Буду На двигателе Смотреть Когда Уже Будет Установлено Когда Уже Очень важный Момент По дросселю Это Сама Дроссельная Заслонка То что Он Вымытый Чистенький Ничего Не означает Есть Выработка У самого Корпуса Так как Латунная Часть Самой Шторки Дроссельной Заслонки Остается Невредимой А вот Именно Алюминиевая Часть Корпуса Она Стирается И соответственно Негодный Дроссель Это Является Как раз Дай мне На секунду Вот Кстати Как Можно Проверить Наводите На свет Вокруг Самой Шторки Четко Видны Очень Большие Просветы Вот Этот Дроссель Уже Все Своё Отжил У него Реально Большая Воздухопропускаемость Поэтому Он В холостую Будет гнать Воздух Это Расход Это Неправильная Работа Автомобиля Клапан Холостого Хода Будет С ума Сходить От Такой Пропускаемости Причем Это Грязный Был Дроссель Как вы Видите Там Еще Многое Скрыто Просто Под Нагаром А вот Чистый Дроссель У него Не такая Пропускаемость Как в том Здесь Еще Правда Можно Будет Настроить Болтами Болтиками Открутить И Я его Разбирал Полностью Вытягивал Эти Шторки Поэтому Надо Будет Выставлять Все Эти Шторки Правильно Ставить Своё Положение Найти Самое Оптимальное Место Здесь Уже Ничего Не Помогало Мы Шевелили Пробовали Это Все Уже До Жопы Датчик Температуры Воздуха Тоже Имеет Своё Значение Кстати Ну По Значениям Потом Наблюдайте Следите Мы Это Все Обязательно Покажем Прежде Чем Заводить Автомобиль Будет Вся Эта Настройка Произведена Поэтому Наблюдайте Датчик Холостого Хода У Ауди Кстати С И Тут Тоже Есть Такой Немаловажный Момент Попробую Навести Есть Вот Это Например Хороший Датчик У него Нету Никаких Задиров Там И так Далее А Здесь Датчик Уже С задирами Иногда Он Зависал Обороты Были Повышены Клапан Тоже Имеет Своё Значение Обязательно Проверяйте Его Ну Это Нехорошо От Этого Расход И так Далее Мало Кто С бензиновой Карты Поэтому Все Эти Нюансы Особенно Холостой Ход Он Может Быть Чуть Чуть Завышен Вы Это Не Видите Это Как Вода Капает Дома Капает Капает С ванной А У вас Счетчик Стоит А В Знаю Короче Водоотвод С отсека Там Где У нас Установлен Вентилятор Печки Тоже Его Проверяйте Тут У нас Дырявый Я Не Хочу Так Это При Потоке Воздуха Может Сюда Поступать Какая Пыль Грязь Забиваться Внутри Уже Там Возле Печки А Я Знаю Какие Беды Присутствуют После Этого Поэтому Там Тоже Надо Проводить Профилактику Чистить Мыть В нашем Случае Понятно Вам Советую То же Самое Сделать Чуть не упало По Изменению Впуска Воздуха Тоже Проверяйте Здесь Стоит Сальник Его Нужно Поменять Здесь Втул Который Желательно Проверьте Я Честно Я Никогда Не Встречал Выработку Но На Этих Местах Тоже Желательно Проверять Все Нюансы Потому Что Подсос Воздуха Часто Бывает На Этой Стороне Кстати Как У Меня Как По Моему У Меня Тут И Есть Да Димон Здесь По Моему Да Провернули Надавили На Клапан Закроет Или Нет А Он У Меня Дырявый Поэтому Нашел Да Вон Да Дырка Есть Видно Эту Дырочку Будем Менять На Другую Грушу С С Контроля Такая Точно Только Надо Само Крепление И Переставить Сюда Здесь У Нас Ползунок Кстати Он Тоже Регулируется За Счет Вот Этой Системы У Вас Поступает Больше Воздуха Во Впускном Коллекторе И Соответственно Вы Получаете Мощность И Эффект От Автомобиля Ведь Счастье В Мелочах Поехали Дальше Продолжение следует...